Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился Королевский Чифтейн МК-6, премиумная десятка. Всего на 10 уровне 3 премиумных танка, 2 средних танка и 1 тяж. Все остальные коллекционки. Но большой разницы между собой они по большому счету не имеют. Разница только в том, что вы можете коллекционки продавать за голду, а премиумные машины за золото. Фармят они на 10 уровне плюс-минус одинаково. То есть что Чифтейн, что другая коллекционка 10 уровня тяжелый танк в основном имеют 140% доходности. Есть предложения 3 и каждая из них по-своему имеет свою ценность, но все же я бы высказал свое мнение следующее. Я себе брал за 17,5 в свое время в голом состоянии на основной аккаунт и до сих пор абсолютно не жалею. Это вполне адекватная нормальная цена для данной машины. Что касается предложения за 20 тысяч, я бы его не покупал, потому что разница между 17,5 и 20, 2,5 косаря голды. Внешний вид этот легендарный. Да, окей, красиво, хорошо, вопросов нет, но ничего уникального, ничего выдающегося и в бою абсолютно ничего не добавляет. Поэтому за него я бы лично не переплачивал. Все, что сюда положили за 2,5 тысячи, это легендарный внешний вид. Положили, мне кажется, никому не нужный анимированный аватар со спрутом. Есть 25 сертификатов Х5. Да, действительно поможет неплохо прокачать элитный опыт экипажа, но 2,5 тысячи голды разница. И открытое все оборудование, что по моим подсчетам приблизительно 4 миллиона серебром. Я бы не сказал, что все вот это стоит 2,5 тысячи. Поправьте меня в комментариях, если вы со мной не согласны. Поэтому если бы я делал выбор и у меня моя копилка золотая позволяла и мне нужен был годный толковый танчик 10 уровня, тяж нормально играбельный, то я бы покупал либо за 17,5 в голом состоянии, либо уже брал за 22,5 тысячи. Сейчас объясню почему. Ну, во-первых, потому что если вы более фартовый, чем я, то вы получите здесь возможность в одном из 10 контейнеров плохая компания достать себе еще какую-нибудь машину. Если вы ее отсюда достанете, то считайте, что вы за 17,5 купили себе Чифтейна в не в голом состоянии, а за 5 тысяч вы получили себе еще любой другой танк, который отсюда выпадет. Плюс к тому, вы получаете довольно интересный камо. Да, пускай не для данной машины он был изначально прорисован, но согласитесь, машина в нем смотрится действительно классно. Но это правда. Что касается дополнительных плюшек, так здесь есть еще и обвес, проводник душ. Вы имеете те же самые X5 в количестве 25 сертификатов и опять-таки открытое все оборудование, которое стоит 4 миллиона серебром. Короче говоря, я бы брал набор за 22 500, если мы говорим именно о наборе. Ну а если просто машина интересует и все это вам не надо, то понятное дело, что в голом состоянии. Выходит, за 20 тысяч вот этот набор, он вообще не выгоден. Ну, по крайней мере, повторюсь, по моему субъективному мнению. Что собой представляет машина? Я бы сказал, что это один из лучших тяжелых танков на 10 уровне. Мне он очень нравится. Как я уже сказал, я покупал его себе за 17,5 давным-давно в голом состоянии. И в целом я этой машине радуюсь в отношении наличия ее у меня на основном аккаунте. Довольно часто играю. Машина приятная, хорошо забронированная. Великолепная для десятки скорострельность. 7,5 секунд с учетом установленного оборудования амуниции. Шикарный, шикарный разброс. Великолепное время сведения меньше 3 секунд. Все это в совокупности с уроном базовым снарядом в 400 единиц. Что, кстати, довольно-таки неплохо. С нормальным пробитием в 260 дает целых 3126 единиц ДПМа. Это действительно практически божественное орудие. Плюс к тому, стоит отметить, что здесь есть осколочно-фугасные с повышенным уровнем пробития. 110 единиц. Такие себе хэш-фугасы, которые накидывают 515 единиц урона. Что существенно в процентном соотношении больше, нежели показатель базового снаряда. И вот если вы на этой машине зарываетесь куда-нибудь против легких средних танков, видите их борта и кормул, то, поверьте мне, закидывать фугасы, ну, прям одно удовольствие. Мало того, что орудие удобное в отношении всех ТТХ, так оно еще и приятное в отыгрывании от башни. Здесь минус 10 уровень склонения орудия и очень хорошо забронированная башня. Честный обзор в стиле моего канала на данную машину уже был. Все ссылочки я добавлю в описании, не поленитесь, перейдите, посмотрите. Там посмотрите на ТТХ по сравнению с другими машинами, ну и, соответственно, посмотрите за цен брони. А сейчас, ребят, просто берем машину и поехали покатаемся. Машина того стоит. Ну что, друзья, погнали, будем тестить машину, от себя отмечу. Для меня на первом месте, как для игрока со средними руками, будем называть вещи своими именами, я не супер крутой танкист. Играю, как большинство танкистов в нашей игре, не являюсь каким-то киберспортсменом, да и, в принципе, играю в танки больше для удовольствия, нежели для того, чтобы каких-то там высот достичь. Так вот, для меня лично, как для человека со средними руками в этой игре, самый классный танк это Клинок. Там действительно есть все, там есть броня, там есть живучесть, там есть все, что угодно. Что касается этого красавца, то он упрямо спорит за второе место с некоторыми другими танками на 10 уровне. И не зря, потому что машина действительно очень комфортная, очень приятная, вполне себе поворотливая. В отношении динамики, в отношении передвижения по карте, по песчаным картам, как сейчас, передвигается, я бы сказал, упрямо и настойчиво, нежели легко и на расслабоне. Но в то же время передвигается и делает это, как я уже сказал, упрямо и настойчиво. Что касается более приятных карт для передвижения, то там динамика будет, безусловно, получше. Что касается орудия, великолепная точность, шикарное время сведения, обалденное время перезарядки. Причем каждый раз, когда вы перезаряжаетесь, вы выбрасываете по 400 единиц среднего урона, что довольно-таки приятно. Многие машины обладают меньшим показателем, есть, понятное дело, тачки с большим показателем урона, но все же, там дольше время перезарядки. Я бы сказал, что Чифтейн это одна из тех машин, которые великолепно сбалансированы во всех отношениях. И в отношении динамики, и в отношении точности, и в отношении альфы, и, что самое приятное, в отношении ДПМа. Я очень люблю ДПМные тачки, мне не сильно заходит унылый геймплей с долгой перезарядкой, пускай даже какой-то супер крутой альфой. Жаль, в этом бою не получилось нормально поиграть от башни, где-нибудь постоять, башней порасторговывать, потому что вот это действительно его стихия была бы. Есть такие карты, на которых можно хорошо где-нибудь устаканиться в подходящем для него месте, ну и, соответственно, великолепно от башни отыгрывать. Но даже на этой карте можно давать неплохие результаты, даже не отыгрывая от башни, а пользуясь как раз динамикой. Что самое приятное еще в отношении динамики, так то, что машина не уныло откатывается назад. Знаете, есть такие тяжи, на которых ты родить успеешь перед тем, как назад куда-нибудь заедешь. На этом ты отбрасываешь снаряд, откатываешься назад и все великолепно. Ты вполне спокойно успеваешь спрятаться за каким-нибудь домом, за каким-нибудь укрытием. Ну, короче говоря, спокойно переживешь и так и без того недолгое время... Красиво он сейчас сыграл. И без того недолгое время перезарядки. Так, поехали дальше. Искать следующего желающего получить в дыне. Сейчас попробую подъехать к нему с кормы, кинуть фугас. Просто для того, чтобы вам показать, насколько это работает, не работает. Так, подставься, пожалуйста. Ну вот, короче, как-то вот так приблизительно... Блин, промахнулся, дал ему под затылок. Ладно, время перезарядки у нас хорошее. Давайте еще раз. Ну вот, как-то приблизительно так. 527 единиц на фугасе. Творят чудеса и отправляют вполне спокойно в ангар. Понятное дело, что такого урона базовым снарядом я бы не нанес. Короче говоря, и заблаговременно, наверное, забегая наперед суммируя, от себя скажу следующее. Если у вас нет толковой десятки коллекционки и вам необходима играбельная машина, которая будет прощать вам ваши ошибки, то Чифтейн одна из тех тачек. 17,5 за десятку в голом состоянии – это вполне нормальная, адекватная цена. Может быть, где-то там на каком-то новогоднем аукционе, возможно. Машина и будет стоить, с учетом того, что цена будет опускаться вниз, ну, допустим, там каких-то 16700. Но все равно дешевле намного. Она становиться не будет в любом случае. Ну, просто потому что это десятка. По крайней мере, эта десятка действительно стоит своих денег. Если по поводу объекта я бы еще, допустим, поспорил, то в отношении этой машины 17,5 ценник вполне себе адекватный. Смотрим на результаты по бою. Я уверен, что я не супер там отыграл, но в то же время. 3100 единиц урона, 2 сделанных фрага. Что касается нашей результативности по доходности, он имеет 140% коэффициент фарма. Это немного. Понятное дело, что фармить лучше на восьмерках, там где доходность 175, 180 или 185, допустим. Но даже при своих 140 и без прем-аккаунта за этот бой вы бы получили в плюс 28 тысяч. Да, не фармер, но в минусе вы не будете, даже если будете использовать голду. Что касается нашей результативности в команде по бою, то мы занимаем упрямое второе место. На FV4202 отыграл просто божественно на 4 тысячи с половиной урона. Это действительно очень круто и заслуживает лайка. Я думаю, что заслуживают лайка и наши соперники. Они достойно сражались, оказывали достойное сопротивление, за что уважуха, респект, ну и конечно же лайкос. Вот такой вот он чифтейн. Покупать или не покупать, здесь вопрос стоит не так. Здесь наверное стоит вопрос, есть ли у вас деньги на то, чтобы его купить. Если есть и вам нужна хорошая породистая десятка, на которой будет легко, комфортно, приятно отыгрывать, то безусловно покупать можно. Вот такой вот мой вердикт. Если вы за честность автора, если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк данному видосу, ну и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео. Я побежал специально для вас снимать его, а вы, друзья мои, помните, главное, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok